Есть очень высокая вероятность того, что тот анализ, который ты используешь, неэффективен. В этом видео мы с вами сравним, как будет видеть рынок трейдер, использующий классический технический анализ и как видит рынок трейдер, использующий смарт-мани и наблюдая за поведением, алгоритмами крупных участников рынка. Давайте с вами поставим как раз таки на этой теме точку, что эффективнее и что ответить нам на самые главные вопросы. Думаю, многие начинали свой путь трейдинга именно с классического технического анализа. Я не исключение, я порядка трех лет работал именно используя классический анализ и постоянно задавался множеством вопросов, почему цена пробивает тренд растет? И ответ был только один. Масса рынка это видит, все тренд должны начертить максимально объективно, все покупают, спрос растет, цена растет. И то же самое, если пробивает восходящий тренд, все начинают продавать, цена начинает падать. Но сам вопрос, он не отвечает, если все начинают продавать, то кто покупает? Или если все начинают покупать, то кто в этот момент тебе продает? Все-таки это рынок, если есть покупки, должны быть обратные заявки на продажу, иначе невозможно что-то купить. И уже от этого, задаваясь, мы начинаем понимать, что рынок не настолько прост. Сейчас я вам покажу, как видит какую-либо ситуацию трейдер, следящий за структурой, за прайс-экшеном, и трейдер, который следит именно за трендом. Погнали! Вот две ситуации относительно не так давно по биткоину. Здесь я уверен, что многие трейдеры бы, кто торгует по классическому анализу, я по своей памяти чертил, видели бы здесь восходящий тренд. Позже бы он перерастал в какую-либо фигуру паттерна, там флаг глобальный на дневном таймфрейме. Но давайте будем реалистами. Мы с вами, большинство трейдеров, которые торгуют на классическом анализе, мало кто смотрит именно дневные таймфреймы и ждет их пробоев. Там приходится месяцами ждать сделать. Все в основном рассматривают для себя короткие тренды. Тренды 5 минут, тренды часа, 4 часов и так далее. То есть, соответственно, здесь многие для себя будут видеть тренды, смотреть на их пробои. И мы не будем понимать, когда цена заканчивает свой выход из этого всего. Когда происходит настоящий выход структуры и заканчивается там какой-то цикл старших таймфреймов, или наоборот, этот цикл продолжается у нас. Тем самым трейдеры определяют, допустим, старшие циклы, хотя они являются одними из самых важных у нас на рынке. Они будут рассматривать следующее. То есть, цена дает восходящий тренд, он перерастает во флаг. Здесь цена видит пробой этого тренда, и он не понимает, что будет дальше. То есть, является ли это истинным пробоем, докуда этот пробой, то есть, там, порядка, какие цели-то могут ставить. Размер ножки, если я не ошибаюсь, это потенциал движения цены. То есть, все метят сюда. Отлично, неплохо, хорошая разметка. Поэтому цена может пойти, двигаться в этот момент. Но элемент того, в каком цикле находится и будет ли этот пробой прям на самом деле, или же все-таки он закончится очень быстро, или он только накапливается. На этот вопрос тренд ни в коем случае не сможет ответить. Цена пробивает. Классический трейдер видит уже нисходящий тренд и думает, ну, классно, если он открыл здесь свой шорт, поставил стоп-лосс сюда, то он все еще в позиции. Если он открыл свой шорт здесь и, скорее всего, поставил стоп-лосс сюда, то он уже давно не в позиции и выбит по стоп-лосс, или же ликвидирован, если не соблюдает мани риски. И уже не понимает, что здесь происходит. Спустя какой-то момент он думает, а пошел нисходящий тренд, то есть лучше всего там либо торговать по тренду и рассматривать отбой, вот сопротивление тренда, либо торговать там против тренда и идти там от отскоков поддержек тренда, но это не так надежно даже в классическом анализе торговать против тренда, да? Все говорят, что тренд is your friend. Но что он начинает замечать дальше? Так, я вижу пробой. Ага, это выход из нисходящего тренда, тем самым я буду рассчитывать на рост цены. На рост цены куда? Сюда или же сюда. То есть это все становится слишком субъективным. Мы гадаем, куда пойдет цена, там замеряем какие-то разные свечки и предполагаем, что цена сделает такое же движение. Но неужели можно считать, что рынок настолько прост? Хотя-то, не буду врать, три года я так и считал. Вот, собственно, что? Очень мало информации и объяснения тому, что происходит на рынке, в каком цикле мы торгуем, для чего этот слон происходит. И очень множество вопросов, которые остаются без ответов. Но скажем, если мы рассматриваем ситуацию при помощи структуры рынка, при помощи price action и пониманием того, что практически за всеми действиями на рынке стоит именно умный капитал, чьи объемы позволяют контролировать 100% движение цены, собственно, тут уже открывается совсем иная картина. Я даже сейчас, пример только дневного таймфрейма, мы не будем переходить там на часовики, минутки и так далее, иначе ролик должен будет длиться часов 5. Вот, собственно, что? У нас с вами дневной таймфрейм и видим, что идет нисходящая структура. Нет никаких линий, ничего. Есть максимумы, которые доставляли цену, есть минимумы, которые там доходили до определенных зонов по цены, откуда начиналась коррекция цены. Собственно, вот он основной свин, который у нас действует, то есть у нас подтвержденный lower high и lower low, то есть нисходящая структура, то есть у цены имеется сильный максимум. Затем мы понимаем, что данная структура идет у нас не от дня, а это свинг структура еще и недели, то есть у нас синхронизированные таймфреймы, то есть мы уже понимаем цикл движения цены, то, что сейчас будет движение на коррекцию цены до тех пор, пока мы не выйдем выше этого lower high и не перейдем уже в месячную коррекцию или в месячный импульс, уже цикл поменяется. Та же самая логика у нас и с часовыми, минутными графиками. Не важно. Так, собственно, что? Мы видим, что цена начинает давать максимум. То есть у нас здесь появляется один high, второй high, третий, четвертый. И классический трейдер в этом моменте уже для себя начинает рассматривать, ага, пошла восходящая структура, то есть пошел восходящий тренд или формирование флаг. Трейдер, следящий же за именно потоком ордеров, за прайс-экшеном, он понимает, что это внутренняя структура дневного таймфрейма, то есть это майнер. Майнер у нас дает слом, тем самым цена начинает что? Намекать нам на то, что у нас начинается коррекция недельного таймфрейма. Неделя может корректироваться при помощи своей субструктуры и при помощи своей майнер-структуры. Соответственно, что? Трейдер понимает, что он начинает отрабатывать именно коррекцию, то есть он не торгует в импульс. Тем самым, что коррекция недели значит, что можно рассматривать часовые сделки внутри дня или интродэй сделки, которые будут именно сопровождаться внутри этого майнера до тех пор, пока цена не достигнет потенциала своей коррекции и не сформирует ловер хай. Как только цена начинает ломать свою майнер-структуру, то есть это еще и не основная, Smart Money Trader понимает тот факт, что вероятнее всего цена достигла потенциала своей недельной коррекции и сейчас мы пойдем уже в свинг в структуре недели за внешней ликвидностью, то есть обновлять наш минимум. То есть уже понимаем, что вероятность то, что здесь сформировался ловер хай, она очень высокая. Все, движется движение вниз. Он понимает, что не происходит доставки цены сюда, то есть наш брейкер остается без доставки и все-таки эти ордера будут мешаться при движении вниз. Тем самым, что крупный участник будет стараться идти вверх, доставлять сюда цены, совершать mitigation. Данные же элементы хая послужат что? Послужат ликвидностью. Ни в коем случае Smart Money Trader здесь не увидит вот такую линию тренда и не попытается работать на ее пробой. Он попытается работать на доставке цены именно в сторону своего основного свинга, так как в целом весь этот элемент, вся эта коррекция, перетекающая в консолидацию, она является лишь внутри недельной структуры. И даже начинающий Smart Money Trader это будет понимать. То есть после достижения своего свинга уже не идет речи об открытии, скажем, intraday, long позиций. То есть это уже будет довольно-таки агрессивно. Далее он видит, что снялась ликвидность, доставилась цена, снова идет нисходящая майнер-структура, накапливая все больше ликвидности здесь. Но ни в коем случае он не видит здесь уровень, как увидит большинство классических трейдеров. То есть видят уровень, перейдя там на более старший таймфрейм, видят ага, двойное дно. То есть очень серьезный фактор того, что цена сейчас пойдет наверх, двойное дно на недельном таймфрейме. То есть это же колоссально. Тем самым эта зона становится интересной для массы рынка и они начинают ее откупать, так как видят двойное дно. Еще и что? Еще и видят пробой, выход из трендовой, которая дает уже все очертания нам этого паттерна. Но смарт-мани-трейдер же видит то, что цена достигла потенциала коррекции, движется вниз, эффективно доставляет свою цену и при этом накапливает большое количество ликвидности в нижней зоне. Как раз таки там, где видят уровень, классический трейдер и смарт-мани-трейдер видят же в этом моменте накопление ликвидности, то есть решение проблемы ликвидности крупного участника. Именно снизу получается крупный участник может распределить, точнее накопить свои покупки. Далее цена начинает консолидироваться еще больше, дает выход. Собственно вот он этот выход, классический трейдер в нем видит пробой и вероятность, возможность покупки. Смарт-мани-трейдер видит здесь что? Съем локальной ликвидности и тест последней зоны supply. Предложение. Именно тот факт, то что здесь последний раз была доставлена цена, был сформирован стоп-хан, по майнер-структуре мы достигли нового ловер-лоу, то есть для 4-х часов это вообще целый свинг, если так взять. Тем самым что он наоборот ожидает этой самой манипуляции, спора ликвидности и обратного слома структуры. То есть как только цена дойдет сюда и заманит как можно больше покупателей, тем больше произойдет инжиниринг ликвидности в нижнюю зону. И то есть он уже понимает то, что основное движение будет вниз. Его логика полностью, весь контекст графика ему об этом говорит, то что вероятность движения вниз она максимально высокая. Но классический же анализ здесь дает прям максимальные сигналы к тому, что вероятность вверх, двигаться вверх, она очень серьезная, она очень большая, ребята, то есть держитесь там, давайте взлетать. Соответственно это и есть большая разница, то что смарт-мани-трейдер не видит рынок простым, он не видит линии, не видит там палочки и не пытается по ним торговать. Он понимает то, что рынок намного сложнее, то что помимо того, что есть какая-то трендовая тенденция, да, всего, есть ликвидность, есть доставка цены, есть алгоритмы, есть различные участки, есть таймфреймы, хотя практически таймфреймов нет, но есть именно синхронизация таймфреймов, рассинхронизация таймфреймов, циклонакопления, циклораспределения и так далее. То есть он понимает всю сложность этой механики рынка, а не просто надеяться на то, что цена пробивает какой-то тренд и цена движется там дальше вверх или же вниз. Задавайте себе как можно больше вопросов, почему это происходит и эффективный тип анализа графика вам будет отвечать детально на каждый ваш заданный вопрос. И если тот анализ, которым вы сейчас пользуетесь, не отвечает на эти вопросы, почему происходит рост, почему не происходит по-другому и так далее, так далее, так далее, то значит этот анализ неэффективен и старайтесь уходить на более прогрессивные типы анализа. Не забываем подписываться на мой телеграм-канал, ставить реакции. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok